И еще шкварчит, слышите? Привет! Сегодня готовлю запеканки с очень большим количеством овощей. Присоединяйтесь, будет вкусно! Для первой запеканки кабачок режу очень мелкой и тонкой соломкой. По желанию также можно натереть его на крупной терке. Следом тонко шинкую капусту, перекладываю ее к кабачку. Овощи подсаливаю, слегка обминаю руками и даю им постоять минут 10-15. За это время выделится приличное количество сока, поэтому кабачки с капустой хорошенько отжимаю. Перекладываю в форму для запекания, сюда же добавляю мелко нарезанный укроп и зеленый лук. Беру банку любых рыбных консервов, у меня сегодня скумбрия. Убираю косточки и все те кусочки или части, которые мне не нравятся. Рыбу разминаю вилкой и перекладываю ее к овощам. Перемешиваю, чтобы все компоненты равномерно распределились. Яйца смешиваю с черным молотым перцем и сушеным орегано. Соль не добавляю, ее вполне достаточно уже в овощах и рыбе. Яичную заливку равномерно распределяю по всей поверхности будущей запеканки. И еще сверху украшаю ломтиками помидора. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. Ставлю в нее запеканку на 30 минут, максимум 35. Готовой запеканке минут 10 даю постоять, чтобы все процессы приготовления успокоились. Теперь можно резать ее на порции. Запеканка из кабачков, капусты и рыбы получается просто замечательная. Очень плотная. Смотрите, даже первый кусочек вынимается без каких-либо проблем. Форму держит прекрасно. Вкус и текстура также не подкачали. Овощи остаются чуточку твердыми. Ароматы восхитительные. Да и все компоненты запеканки прекрасно друг друга дополняют. И даже в холодном виде эта запеканка очень хороша. Для следующего блюда баклажаны режу не слишком крупными кусочками. В емкость с холодной водой добавляю соль, размешиваю ее, насколько это возможно, и погружаю сюда баклажаны. Оставляю баклажаны в воде минут на 30. За это время несколько раз их перемешиваю и рукой немного обминаю. Баклажаны сами по себе немного похожи на губку. Такие манипуляции позволяют в дальнейшем получить очень нежную кремовую текстуру баклажанов без добавления большого количества масла. Ведь, как известно, без масла баклажаны просто похожи на вату. Кабачок нарезаю кусочками примерно такого же размера, как баклажаны. Несколько соцветий цветной капусты разрезаю на более мелкие части. Точно так же поступаю с соцветиями брокколи. По желанию можно взять либо только цветную капусту, либо только брокколи. Еще я беру репчатый лук и нарезаю его тонкими перышками или полукольцами. Итак, баклажаны простояли положенные полчаса. Теперь я их хорошенько отжимаю и выкладываю на противень. Рядом размещаю все остальные нарезанные овощи. Кабачки, цветную капусту, брокколи и репчатый лук. Овощи слегка подсаливаю и сбрызгиваю небольшим количеством оливкового масла. Можно взять также любое растительное. Запекаю овощи в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. В это время приготовлю соус, для которого беру сладкие помидоры. У меня сегодня один, но крупный. И натираю на мелкой терке. Следом также на терке измельчаю зубчики чеснока и натираю немного сыра. Сюда же добавляю немного черного молотого перца и сушеный базилик. Все перемешиваю. И еще сразу делаю заготовку для обсыпки. Для которой я беру овсяные отруби, перемешиваю их с натертым сыром. Овощи запеклись до полуготовности и стали гораздо мягче. Перемешиваю запеченные овощи с томатно-сырной заправкой и разравниваю. Немного уплотняю, чтобы в процессе запекания кусочки овощей лучше между собой скрепились. И сверху посыпаю смесью из отрубей и сыра. Возвращаю запеканку в духовку, все так же разогретую до 180 градусов, еще на 15 минут. Запеканку я еще немного украшу. Для этого очень мелко нарезаю зелень петрушки и несколько листиков зеленого базилика. И еще больше яркости добавят небольшие кубики свежего помидора. Ну что ж, запеканка готова. Традиционно даю ей постоять минут 10, чтобы процессы приготовления остановились. И украшаю яркими томатными искорками и зеленью. Делю на порции и можно подавать к столу. Какая же вкуснота! Как много ароматных, пикантных и сочных овощей с чудесной хрустящей сырной корочкой. Для следующей запеканки снова беру баклажаны, но кожицу с них чищаю. Нарезаю баклажаны небольшими брусочками и помещаю в холодную подсоленную воду. Немного мну их, чтобы они впускали и выпускали воду и оставляю на 20-30 минут. За это время еще пару раз баклажаны обминаю. Ну а пока они, что называется, доходят до кондиции, подготавливаю остальные овощи. Тонкими полукольцами нарезаю репчатый лук, морковь мелкой соломкой и измельчаю чеснок. Пассирую овощи с добавлением небольшого количества топленого масла. Можно взять любое растительное до мягкости. Когда лук стал полупрозрачным, в сковороду добавляю тонко нашинкованную капусту. Постоянно перемешивая ее с овощами, прогреваю пару минут. Не нужно капусту доводить до готовности, она лишь должна слегка обмякнуть. Пассированные овощи перекладываю в форму для запекания. А в сковороду снова кладу небольшой кусочек топленого масла. Баклажаны хорошенько отжимаю и тоже буду пассеровать. Готовлю их примерно минуты 3. Периодически перемешиваю и как только баклажаны станут чуточку золотистыми, перекладываю к остальным овощам. По вкусу добавляю соль, черный молотый перец и молотый кориандр. Также прекрасно подойдет приправа хмели-сунели. Овощи перемешиваю. Для заливки сметану смешиваю с яйцами и щепоткой соли. Равномерно распределяю ее по всей поверхности овощей. Овощную запеканку помещаю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Вот такой румяной она из нее появляется. И еще шкварчит, слышите? Минут 10 даю запеканке отдохнуть, чтобы все процессы приготовления остановились. Делю на порции и подаю обильно, посыпав зеленью. Мне больше всего нравится с кинзой. Нежная, сочная, очень ароматная запеканочка. Отлично держит форму. И баклажаны имеют ту самую кремово-маслянистую текстуру, за которую их так и любят. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, мои идеи пришлись вам по вкусу и какую-то из запеканок вы обязательно попробуете приготовить. Продолжение следует...